На мини-футбольном поле Фока-Лесной происходит событие космического масштаба. Юные зареченцы принимают участие в муниципальном этапе чемпионата школы Росатома по космоболу 5+. Это игра ручной мяч. Дети играют только выше колена. Ногой, стопой играть ниже колена нельзя. Правила, как и в гандболе, но немножко упрощенные для возраста детей. Чемпионат по космоболу проходит в городах присутствия госкорпорации Росатом. В Заречном за победу борются сборные всех детских садов. Причем 11-й комбинат выставил на соревнования две команды. Такие состязания в рамках проекта школы Росатома проходят во второй раз. Поэтому опыт участия у детей уже есть. Во время подготовки к чемпионату педагоги снова напомнили ребятам все правила. Отработали игровые приемы и комбинации. Бит спорта это очень технический. Детям надо объяснить и правила, и показать как играть, и что нельзя нарушать. Игра она сама по себе очень азартная. Потому что надо забить сопернику в ворота и свои защитить в то же время. Они когда хватают мяч, они бегут, несутся через все поле. Игра в космобол воспитывает в детях командный дух. Учит их сотрудничать, сообща решать проблемы и преодолевать трудности. В спорте бывает сильнейший, бывает ничья, но в спорте нет проигравших. Потому что в любом случае люди выигрывают от этого занятия спортом. Это здоровье, это дисциплина, это самодача, это дружба, это сплоченность команды. Однако спортивные соревнования – это только первые испытания в рамках чемпионата по космоболу 5+. Команды-победительницы муниципальных этапов в городах присутствия госкорпорации «Росатом» получат право принять участие в следующих турах. Остальные этапы – дистанционные, финальные – будут включать в себя уже и творческие, и образовательные события. И вот эта вся начинка, она будет посвящена произведениям носового путешествия незнайки к Луне. Детям предстоит создать свое конструкторское бюро и спроектировать космический транспорт. По итогам отборов определят команды, которые примут участие в финальных испытаниях чемпионата по космоболу 5+. Они пройдут в лесном. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный».